Всем привет, дорогие друзья, с вами Фёстон, и мы вновь играем в Сиджаб. У нас осталось всего лишь-то две миссии, Северная Дорога и Ледяная Крепость. Судя по всему, тут, ребята, смотрите, вообще на готове у них там лучники на башне, высоко-высоко, арбалеты эти. Но и у меня, да, судя по всему, будет, как их там, баллисты, да, называют. Наш противник получает всё больше подкреплений с каждой минутой. Мы должны подготовить атаку как можно скорее. Так, ну что, ребята, говорят, очень, кстати, сложная миссия, особенно если её проходить на сложном, но ничего, постараемся. Нам говорят, нам нужно подготовить атаку как можно быстрее, но мне кажется, сначала надо всегда подготовить экономику. Я, кстати, думал, что я буду нападать, а я, оказывается, в защите. И знаете, в чём проблема, ребят? Мне негде строить фермы, здесь всё... А, здесь есть олени, отлично, здесь есть олени, так что это очень хорошо. И, наверное, всех надо вот на эту вышку отправить, ребята. У меня были похожие миссии, там, чем выше ты отправляешь, ребят, тем лучше. Так, давайте добывайте, наверное. А ты, наверное, иди вот этого оленя ещё прибей. Сейчас нам нужно будет мясо вначале. Блин, ну с оленями, конечно, неудобно, это тебе не ферма. Не отправил всех, и они там спокойно тебе добывают мясо. Я думаю, нам понадобится рынок, однозначно, скорее всего, чтобы это... Чтобы просто продавать древесину, допустим, на древесину будем упор делать. Будем продавать древесину, зарабатывать что-то ещё. Золото, например. Я думаю, нам понадобится... Понадобится, понадобится... Осадная мастерская, скорее всего. Можно даже, знаете как... Так, я не вижу. Можно я всех сгоню нафиг? Так, поставлю сюда, вот сюда, на уголочек точку выхода, да? И будем туда баллиста клепать. Я думаю, это будет отлично. А теперь все могут вернуться назад. Как раз там атака какая-то намечается. Что-то, ребята, всё не слава богу. Здесь, на всякий случай, нужно больше домов, ребята. Дома — это наше всё. И у нас... Что тут рабочие не работают? Рабочие работаете. А ты... Есть какой-нибудь ещё один? Вот, олень. Иди убей оленя. Ты чё стоишь? Блин, понимаете, с рабочими сейчас, короче, у нас будет запара. Если честно, я это уже понял. Знаете, почему? Скорее всего, нам нужны будут какие-то вышечки здесь. Блин, боюсь, что я лестницу перекрыл. И они теперь не смогут спуститься и подняться. Сможете? Походу, не смогут. Ладно. И нам нужна какая-то разведка, ребята, по карте. Так, не, погоди. Баллиста на вышку, конечно. Баллиста на вышку. А лучник вот туда на разведку. Один. Так, здесь продолжаем клепать. Придётся снести здание. Я, конечно, чё, дурак. Фигово поставил. Я уже делал эту ошибку когда-то и наступаю на свои же грабли. Вновь. Так, ты, парень, иди оленя. Они, понимаете, они тупят на оленях. То есть они его бьют, а потом забывают. Всё, он убежал. Блин, я не знаю. Олень это самый дебильный источник еды. Так, чё у нас тут лучника нашего разведчика? Погоди, он нифига не успел разведать. Сможет ли он? Он, наверное, не сможет нифига оторваться от конницы. Хотя, смотрите, пока он бежит, тот ему ничего сделать не может. Пойди, пойди разведай. Я вот уже вижу вражескую шахту. О, нас сейчас там лучники встретят. Но надо запомнить эту шахту. Надо будет туда вернуться позже. Попробовать её отобрать. Здесь с этой стороны чё? Пойдёмте тоже. Нам нужны шахты. Нам нужны ресурсы. Да, здесь есть шахточка, ребята. Здесь есть шахточка. Отлично. И пойдёмте дальше. Знаете, что не отлично? Не отлично, что тут уже нас дом, труба шатают во все стороны. Да, ё-моё. Там у него домики, там уже вышки. Но вот эту шахточку. Надо вот эту шахту сбегать, захватить. Так. А надо нам тут как-то стены защитить. Короче, нам нужно выйти вот этими ребятами. Я так полагаю. Сагрить его войско на себя. Под стены замка. Блин, ну мне здесь вот... Вот мне бы сейчас та вышка понадобилась, которая у меня была до этого. Короче, мы просто ценой этих юнитов, наверное, сейчас попробуем пойти. И... В наглую... Просто тупо в наглую. Ты чё тут филонишь? Иди атакуй, я не знаю, животных. Хотел сказать, просто в наглую пойти и разнести ему катапульту, но нифига не получилось, ребята. Я не знаю, чё делать. Нам нужны были те лучники, которых мы... Лучники, короче, нужны нам на этих стенах. Баллисты мы продолжаем строить. Наверное, всех, знаете... Всех лучников мы переводим на эту стену, чтобы эта вышка была занята тока баллистами. Они нам такими темпами скоро ворота снесут. Ребята, можете, пожалуйста, выйдите. Убейте эту катапульту. Нам срочно нужно что-то с этим делать. И нам нужны вышки здесь у стен. То есть, когда мы приводим врага к стенам, кто-то должен их уничтожать. И нам нужны лучники на стенах. Так, отлично. Катапульту мы уничтожили. Но у нас проблем, правда, до валища. Но единственная радость, что мы уничтожили вражескую катапульту. И у нас копятся баллисты. Баллисты, в принципе, они как бы легко добываются, да? Там дерево, камень. А знаете, чё у нас плохо? У нас даже вот эту шахту отобрали. Сейчас пойдем отбирать все шахты назад. Стену мы починить можем. Слушайте, она и стоит еще до вала. Где наш рынок? Продадим древесину. Стену срочно чинить. Ее скоро поломают такими темпами. Ты, лучник, иди все-таки попробуешь сейчас там им шахточку отобрать. Вот ту, беспалеванную. Так, здесь что? Отряд вот этот просто древесный. Формируем, он нам нужен. Ты чё тут застрял? Здесь продолжаем клепать баллисты. Мне кажется, я просто могу, наверное, сделать критичную массу баллист в этой игре. Всех их на башню ставить. Будет у меня мега оборона. А потом, как я их выведу всех в атаку, и враг офигеет. Наверное, как-то так. Здесь, смотрите, они не дают нам долго контролировать. Долго контролировать они нам не дадут. Чё у нас здесь? Ты можешь собирать оленей? Вот мясо валяется. Убей ещё оленей. Блин, оленей ненавижу, короче. И как бы это ж так лень контролить каждого оленя. Они же ещё... А ещё самое плохое, что они тупые. Они, то есть, они за этими оленями... Они ударят два раза оленя. Всё, олень убежал. И они такие, ну, убежал олень, чё нам делать? Олень убежал, сами видите. И всё, они за ним не бегут, и они ничего не делают. Мне нету времени всегда проверять, добили они там оленей или нет. Мне кажется, проще древесину добывать. Опять катапульта бьёт. Так, надо их сюда выманивать к стене. Войска. Чтобы их расстреливали лучники. Но мне надо как-то на катапульты перей... А то они сейчас нам снесут, я не знаю. То есть, мне надо постоянно следить, кто там подошёл к стенам. Я, наверное, не успею сейчас так катапульту заковырять. Под таким... Давай, отходим. Так, ладно. Нам срочно нужны пополнения. Срочно больше домов. Он нам сейчас так стену снесёт. Лучники, вы можете ценой своих жизней... Вообще, все, кто здесь есть, мне нужно, чтобы вы уничтожили эту катапульту. Катапульту, я говорю. Нифига, они не могут. Сейчас мы, похоже, без этой стены останемся. Ой, они же тогда внутрь пойдут. Срочно. Войска сюда. Нам нужно больше вышек здесь. Вот вдоль этой стены левой. Которые нам помогали бы. Хотя, смотри, катапульта что-то отвлеклась. Нам нужно больше лучников здесь на стене. И больше баллист. И больше всего. Как ни странно, я думал, здесь самые проблемы у меня с едой будут. А в итоге у меня самые проблемы не с едой. Самые проблемы у меня с тем, что у меня уже стена трещит по швам. И они заходят внутрь. Нам нужно... Камень я не буду тратить на военных. Я лучше камень буду тратить на баллисты. Мне кажется, это наш путь к победе. Ну, смотри, мы здесь все равно у стен отбились. Он, наверное, уже скоро там какую-нибудь новую атаку будет планировать. Давай, давай, давай. Давай, отходим, короче. Я думаю, вообще эти войска сейчас отвезти куда-нибудь вот сюда. Здесь мы продолжаем формировать отряд. Лучники у нас идут вот на эту стену тогда. Раз там разрушили. И... Да ё-моё, идите внутрь. Внутрь, внутрь, внутрь. Внутрь, заводите их внутрь. Пускай идут на нашу базу. Всё, я не против. Пускай приходят, если им так нравится приходить у нас тут. Хотя, чё у нас тут? У нас тут два лучника и нифига. Нам тут надо больше вышек. Нам бы вот эти вот вышки бы доставали бы до них. Но они не достают, к сожалению. Но я не хочу баллист с той вышки тягать. Вот, всё, короче. Пошли этим отрядом воинов. Мы попробуем там держать шахту одну золотую. Оно мне прямо надо. Мне нужно больше золота. Нужно больше золота. Сейчас я просто буду собирать свой лимит. Так, чего нам древесины не хватает, ребят? Можно ещё рабочих на древесину, раз такие дела? Ну, смотри, у него тут прямо отряд боевой. Всё, у него прямо конница прёт. Так, ну шахту мы захватили, если честно. А пойдём просто тупо в наглую в спину ударим катапультом, пока они тут заняты нашими другими войсками. Ё-моё, там отряд лучников нифига себе пришёл. И здесь конница, кстати, они всё разбили, что у нас тут в обороне-то было. Собственно говоря, не мудрено, но нам нужно катапульта снести. И всё, и уходить отсюда. А всё, знаете почему? Потому что мы... Да я же мог стену... А, ну, починить-то, наверное. Наверное, но это не точно. Нам золото нужно. Где мне золото брать? Я могу древесину продавать. Короче, мне нужно очень много рабов на древесине. Мне нужно что-то продавать. Мы, конечно, тут отхватили золотую шахту. Это нам чуть-чуть поможет проблема золота решить. Ну, мне кажется, мне нужно просто больше. Давай ты, парень, оленя убей. Мне кажется, нужен лучник, наверное, должен убивать оленей. Ну и как ты? Ты сможешь собрать это мясо? Кажется, может. Если я, конечно, его не на дерево отправил. Так, стену сколько стоит починить? 35. Дайте нам, дайте нам 5 монеток. Какое-то-то починить, выполнить. Отлично. Лучников на стены восстанавливаем. Опа. Погоди, погоди. Сейчас мы их выманем маленько под стены сюда, под баллисты. А то они... Вот, баллисты начали доставать. Отлично. Они пускай здесь лучше постоят у наших стен. Их сейчас быстренько раскидают. Главное, чтобы их раскидали до того, как подходят лучники. Ну ладно, лучники успели подойти. Пускай пока что лучников раскидывают. Бойцов можем выйти, выманить на себя. Опять отойти. Нам тут вышку снесли. Можем эту вышку. Пока что ничего мы не можем. Ну знаете, баллиста. Надо просто вот это. Чтобы вот этот град стрел у нас был просто нескончаем. Все, я уже 13 баллиста, ребят, у нас в заказе. Ну и наверное мог бы еще, если бы больше домов. Было бы, да? Ты, рабочий, иди мясо добывай. С мясом вообще, ну как бы сам процесс добычи мяса здесь ущербный. С этих оленей просто максимально. И как бы было бы проще, если бы рабочий не отпускал оленя. Если бы он бегал за ним до конца. Давайте так. У нас лучники тренируются. Древесина нужна. Еще, еще маленько древесины. Отлично. Ставим вышку. Воины. Блин, хотел вот сейчас бегать, выманить вражеские войска. Теперь уже поздно. Лучника, если честно. Я хотел одного. Так, воины, вернитесь назад. Вас там порвут на части. Одного лучника оставить, чтобы он оленей убивал. Это гораздо умнее, да? Чем рабочими бегать за оленями. Катапульты нам тут сразу вышечку сносят, которую мы построили. Погоди, а куда вы пошли, воины? Почему вы не хотите? Почему вы считаете, что у вас проход закрыт? Так, ладно, неважно. Просто я, не знаю, я негодую. Мне кажется, мне нужна куча лучников на стены. Здесь куча баллист справляется. Скоро у нас будет 70, и мы просто... Вот просто выйдем уже на массе. И мне кажется, все будет нормально. Так, погоди. Я думаю, надо выйти еще вот этих приманить к стенам. Типа мы здесь. А то сейчас, ну, пока другие там не потянулись. Пускай они лучше здесь сейчас получат свой урон. Так, нам нужно, наверное, вышку восстановить. Может быть, даже ближе вглубь туда, чтобы... Но если там к стенам подойдут, она, наверное, достанет. А так ее не будут катапульту уничтожать. Так, парень, иди вымни еще врагов. Пока что, в принципе, вроде бы, ребята, вроде бы мы справляемся. У нас главное, что у нас критичная... Это масса бойцов растет. Масса бойцов нарастает. И скоро мы сможем сделать свой выход. Как бы собрать всех в кулак и уже не отсиживаться в обороне. По крайней мере, я на это надеюсь. Перейти к решительным действиям. Но пока что, блин, меня смущает. Насколько они прямо шатают. Так, ты иди оленя убивай. Ты иди мясо добывай. Сколько? Они подходят все. Моих лучников сносят. Так, ты иди вымани всю эту орау. Нифига себе, там войско. Нифига себе, там войско. Вы ничего не перепутали? Меня только эта армия Болист спасает. Ну, войско там, будь здоров. Больше домов. Все, нельзя больше домов. Сейчас, короче, вот это у стен убиваем, да? И пробуем перейти в контрнаступление. А куда деваться? Нам нужно вышки у стен ставить. На случай... Ну, мы же перейдем в атаку. Но нам нужно будет на случай неудачи тут что-то готовить, чтобы у меня на базе. Смотрите, вот они просто, они стоят под стенами. Как долго мы раскидываем стоячего врага. Ну, тут понятно, тут не все Болисты достают. Тут большинство уже просто на лестнице ютится. Так, отлично. Я думаю, пойдемте, ребята, попробуем перейти в наступление. Все вместе. Стену сломали, и отлично. Так, пока что маленько отступим, наверное, под стены. Они тут сами отлично в наступление переходят. Заказываем уже дорогих боевых юнитов. Смотри, они во внутренний двор заходят. Да, без танкующих, ребят, тяжело. Ну, у нас тут вышки танкуют нормально, как бы. Нам надо, кстати, больше вышек во внутреннем дворике поставить. Нам надо как-то переходить от защиты в атаку, ребят. Погнали. Всю Болисту, короче, со стен вывоем. Смотрите. Вы видели когда-нибудь столько Болист? Ну, есть одна проблема. У меня очень мало танкующих юнитов. То есть, как бы, Болисту это, конечно, весело. Надо просто сейчас собрать все свое войско там. Надо просто очень много вот этих вот ребят, нам, латников. И пока нас тут сейчас будут убивать, нам нужно тут же до заказа делать. Смотрите. Вы видели, что происходит? Он не строит войска. Это читерская тема. У него войска просто появляются. Они просто появляются здесь уже сразу. Я-то думаю, нифига себе у них там экономика прет. А нам нужно просто тупо его заигнорить и пойти на его базу. Но он же здесь появится. Он пойдет к нам домой. Он без конца здесь появляется. Блин, это читерская тема. Короче, нам нужно восстановить стену. Если я буду здесь тупо стоять... Блин, я уже потерял все Болисты. Но это читерская тема, ребят. Я вообще недоволен. То есть я понял, что они от меня хотят в этой миссии. Они хотят, чтобы я просто проигнорил то, что они появляются тут толпой. Но я уже недоволен. Короче, я должен был как-то прокраситься к врагу, убить его. Наверное, вот отсюда я должен был выйти аккуратно. Потому что здесь без конца они спавнятся. И если честно, ну мне сейчас вот просто... Я понимаю, он сейчас будет приходить, а у меня уже нет войск в обороне. То есть мне надо сделать все то же самое примерно, что я делал. Только выход надо сделать, наверное, через вот отсюда. И вот там по верхам пройтись. А может быть даже периодически какими-то небольшими отрядами. Там ему тут домик снести, то еще что-то. Так, ну вот, ребят, я переиграл. Мне кажется, в этот раз у нас лучше дела. У меня в этот раз как бы... Ну, я думаю, мы оставим Болисты здесь. Мы не будем их дергать. Я в этот раз еще здесь всегда стараюсь у стен прямо города оставлять какие-то войска. Чтобы если у него войско появляется ближнего боя, оно шло на моих ребят. Ну, то есть пока стоят стены и никого нету за стеной, он не подходит. Он ждет, пока катапульты появятся. А так я его всегда выманивал под стены, чтобы его убить до появления катапульта. Потом катапульты спокойно выйти ближними войсками убить. Короче, черный игрок это читер. Это просто войска, которые постоянно появляются и идут на тебя нападать. А синий, я так понимаю, синий игрок, он настоящий. Он, то есть, играет реальными войсками. И вот его-то и надо убить в обход черного. Блин, ну у него тут тоже армия, я смотрю, прикольная. Но я думаю, мы будем как бы сейчас на него так помаленьку нападать. Блин, как, я не знаю, отвезти его чуть-чуть маленько сюда вот, да? И здесь пусть... А, блин, у меня лучник там шел. Вот здесь вот давай с ним маленько разберемся. Ну у него здесь все бойцы такие как бы мощные. Ну хотя и у него тут не слабый. У него еще плюс. Смотрите, сколько снарядов у нас от лучников летит. Давай еще маленько отступим. Может быть лучники отстанут, а ближники останутся. Ну мы тут, мы тут вроде в большинстве, но там и лучники подтягиваются, и катапульты по нам его бьют. Ладно, у меня не слишком многочисленный отряд пошел в атаку, но потому что я стараюсь... О, смотри, он еще умеет убегать лучниками. Не просто так. Держит дистанцию. Так, ладно, я думаю мы сейчас попробуем чисто вот так вот на огромном отряде латников затащить. У меня с древесиной вообще все отлично. Я могу ее без конца продавать и покупать то, что мне интересно. Так что давайте так, наверное, и делать. А что мне интересно? Мне интересен камень в основном, да? А золото, оно как бы у меня будет прибавляться за счет продажи. Так, ладно. Вот этот товарищ, танк, видите, выманил спокойненько всех под стены. Правда, в этот момент я обычно переходил ими в наступление, но они у меня здесь были в большом количестве. А сейчас двумя мы, конечно, ему не снесем катапульты. Надо отвлекать. И нам нужна еще одна казарма явно. Давайте вот так вот их сюда отвлекаем на себя. Даже катапульты отвлекаются на бойцов ближнего боя и подходят ближе под огонь лучников. Но у меня тут не так уж, чтобы прямо много лучников сейчас на стенах, чтобы все это разносить. Давай попробуем в спину катапульты побить ближниками. Хотя это опасно. Да, вот видите, я ушел сейчас в атаку, и как тут тяжело стало в обороне. А можете вот вы сходить и там дом вот этот хотя бы врагу уничтожить? Вот эту шахту хотя бы у него отобрать? Можете? Да, он нам тут стены уже начинает сносить. Давайте тогда пока что во внутреннем дворе фокусируем наших бойцов ближнего боя. А что нам не хватает? Знаете, напрягает. Я бы сделал даже такую автопродажу ресурсов. То есть если у тебя леса больше 400, он автоматически продает все остальное. Вот это было бы здорово. Смотри, тут уже во внутренний двор к нам заходит. Убили всех лучников на стенах. Да, ребят, плохи наши дела. Вот видите, один раз я ушел в атаку, и все. У меня в обороне уже ребята не справляются без тех, кто там был. И без моего, так скажем, чуткого внимания. Мне нужно на самом деле больше зданий производящих, чтобы я мог очень быстро восстанавливать свое войско, наверное. То есть мне нужна еще одна казарма. Чего не хватает камня? Ой, я случайно продал. А теперь мне золота хватать не будет. А, ладно. В любом случае, мы тут, похоже, уже поплыли. У нас, смотрите, у нас почти не осталось войска. Тут уже нас в стенах добивают последних. Все, нам уже стену снесли. Не, мы здесь нормально уже отбиться не сможем. Так, ну, ребята, что, пробуем еще раз. Просто в этот раз, знаете, чему меня научила прошлая партия? Я решил, что это. Я в тот раз, да, пошел небольшим отрядом, пока я там что-то смотрел в атаке. Я все профукал в защите. А у меня же задача миссии, она, ну, она, по сути, сводится к одному. А, просто уничтожить врага, да? Уничтожить его здание. И я подумал, мы в этот раз просто сыграем по-другому. Мы сейчас тупо в наглую пойдем в ол-иновую атаку. Все ради победы. То есть мы попробуем сейчас просто снести его базу. С огромными войсками, но за раз. Ведь если мы сносим его базу, то все, мы типа выигрываем эту партию. Блин, мне не нравится, как тут что-то плохо все пошло. Они, они как бы, я думал, они будут бить меня дома. А они, смотрите, они сместились, чтобы здесь со мной сразиться. Я сейчас отойду под свои баллисты. Я заметил еще один глюк, короче, игры. Если ты загружаешься, а может быть оно и до этого так было, я просто не обращал внимания. Но если ты загружаешься, то черные начинают воевать с синими. То есть они начинают воевать друг с другом. Может быть оно и до загрузки так было. Просто я не обращал внимания. Но теперь я буду пытаться эту фишку использовать. Блин, мне не нравится. Они прям не дают мне пройти. Я думал, что они будут мою базу атаковать. А я буду спокойно сейчас нападать на их строение. Но при этом, смотрите, как прикольно. Я отхожу, они не идут за мной. А вот теперь идут. Ну ладно, по крайней мере, я тут это. Мне еще помогают мои баллисты. Поэтому мы сейчас легко справимся. По идее, да. И сразу это. Сразу идем туда внутрь. Правда, здесь, короче, игра пока что, ребят, глючная. Прям что пипец. Потому что если ты загружаешься, знаете, что еще происходит? Твои вышки, которые ты строишь для обороны, они перестают атаковать врага. Ну и вообще там начинаются все ралли-поинты сбиваются, которые ты устанавливал для здания. И юниты начинают, действительно, я как-то заметил, как будто бы тупить. То есть там, допустим, стоят лучники на вышках. Враг подходит. Они его не атакуют. Хотя раньше атаковали. Как бы вот такая тема. Давайте сразу вот здесь стену снесем. Блин, катапульты у нас сейчас уязвимы в тылу, да? Давай сразу стену здесь разнесем. Осадную сносим. Смотри, как мы быстренько, да, сейчас все ему снесем. Я так думаю, вот что нужно было. И все. Тут то, что есть какая-то у нас проблема в обороне, да, наверное. Тут что-то... Ну хотя они даже не лезут, у них пока что катапульт нету. А нам-то тут нужно было. Тут задача этой миссии просто напросто пробраться в тыл врага и снести ему там 4 постройки. Это даже можно было какими-то, я не знаю, пробовать партизанскими катапультами сделать. Ну, я даже не знаю, он бы стал восстанавливать эти постройки или нет, если бы я сразу не справился. Но миссия, по сути, не сложная. Просто к ней нужен был свой подход, да? Ладно, ребятки, вот такое вот задание, которое, тем не менее, с первого раза мне не далось. И у нас остается финальная миссия Северная Дорога для следующего выпуска. А у меня на этом все. С вами был 111. Тут уже, судя по всему, это будет вражеская крепость. А что это за крепость, посмотрим в следующем выпуске. Спасибо. Блин, да сколько раз можно? В общем, всем пока, друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!